В Люберецком филиале «Мострансавто» прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со дня образования предприятия. Поздравления, награды, подарки и планы на будущее. Подробности праздника в материале нашего корреспондента. 75-летие Люберецкого филиала «Мострансавто» праздник отложенный. По документам дата наступила еще в мае. Но торжества по случаю юбилея перенесли на осень и провели в преддверии профессионального праздника – Дня автомобилиста. Наш коллектив достиг высоких показателей в работе. Самое важное, наверное, это то, что мы получили новый подвижной состав. И с новым подвижным составом мы будем качественно выполнять пассажирские перевозки по нашим городским образованиям, которые обслуживают МАП-1. От администрации округа коллектив поздравил заместитель главы Александр Сорокин, который вручил директору предприятия благодарственное письмо Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Разрешите поздравить вас с вашим еще юбилеем 75 лет. Пожелать вам удобных, ровных, чистых, безопасных дорог, вежливых водителей, верных попутчиков, здоровья семьям и мирного неба над головой нам всем. Депутатский корпус представили первый заместитель председателя Совета депутатов Александр Шлопак и депутат Александр Мурашкин, которые вручили грамоты Совета депутатов. Ряд работников удостоен нагрудного знака – почетный работник МОС «Трансавто». Главное условие – стаж работы более 10 лет. Среди награжденных знаками, благодарностями и грамотами водители, сварщики, станочники, слесари, диспетчера, уборщицы, мастера, экономисты и другие специалисты предприятия. Хочется сказать, конечно, огромное спасибо нашему коллективу сегодня в это время, когда водитель важен, нужен и ценен, и мы продолжаем заниматься набором водителей. Гости юбилея отметили, что успех предприятия – это прежде всего преданность профессии и сплоченность коллектива, поэтому ему пожелали быть дружным. Также свои награды вручили представители профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Московской области. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.